Друзья, сегодня я вам расскажу про проект, который имеет оригинальный блокчейн и вполне себе возможно займет достаточно широкую нишу в крипте. Но для начала приведу такой пример. Вы разработчик и хотите создать свое приложение. Есть сейчас в криптовалютах два направления, куда вы можете пойти. Первое это Layer 2 или Layer 1 блокчейн. Вы берете готовую цепочку, на нем разворачиваете приложение. Вам не нужно заниматься ни валидаторством, ни безопасностью сети. Это уже обеспечивает непосредственно сама сеть, на которой вы строитесь. То есть, допустим, Ethereum. Есть другой вариант. Вы можете создать свою сеть, допустим, на таком решении, как Cosmos SDK. То есть, вы не все с нуля делаете, не отдельный блокчейн. Но, тем не менее, вам нужно заняться валидаторами, обеспечить, так сказать, безопасность своей сети. И уже потом на ней построить определенное приложение. Оба эти варианта являются крайностями и не являются идеальными. Потому что в одном случае разработчикам нужно будет полностью довериться сети Ethereum. А мы знаем, что на этой сети строится множество приложений. И бывают моменты, когда, например, очень повышается нагрузка на сеть. Потому что все, например, хотят успеть застейкать в Edge Layer свои Ethereum, чтобы потом получить награды. И вот представьте себе, вы разработчик, создали некую Web3 игру по типу GTA или социальный графт по типу Instagram. И в какой-то момент пользователи ваши просто не могут нормально пользоваться приложением. Потому что оно будет висеть, транзакции не будут проходить или же будут невероятно дорогими. С другой стороны, у нас есть Cosmos SDK, прекрасный фреймворк, который позволяет разработчикам создавать блокчейны не с нуля, а уже на базе готовых инструментов, таких как алгоритм консенсуса Tendermin. И это есть две крайности. Потому что в одном случае разработчик приложения будет полностью зависеть от работоспособности цепочки. И если что-то пойдет не так, то ничего с этим не сможет поделать. А в противоположном ему необходимо будет построить блокчейн, если не с нуля, то все равно приложать к этому большие усилия и затраты. Что совершенно нерационально. Итак, что такое AltLayer? Это специальный сервис, который позволяет быстро кому-либо, будь то разработчик или даже обычный пользователь, создать в несколько кликов свой Layer 2. То есть свой Rollup, который будет работать поверх какой-то определенной сети. Чаще всего это Ethereum или возможно даже не EVM совместимый. И таким образом дает возможность разработчику полностью сосредоточиться на создании своего приложения. И при этом быть обеспеченным безопасностью основной сети. Что еще интереснее, с помощью AltLayer можно создавать не просто шаблоны L2. Он имеет в себе широкий функционал настроек, где каждый разработчик сможет создать и настроить свой уровень под свои нужды. Кроме этого, разработчики пошли дальше, поставив себе за цель сделать Rollup, которые создаются с помощью AltLayer, более децентрализованными, чем те есть сейчас в известных Layer 2 решениях. Да, на самом деле Layer 2 решения, они централизованные, потому что там есть централизованные секвенсоры, которые обрабатывают все транзакции. И если что-то с ним случится, то, соответственно, можно будет разве что взаимодействовать с Layer 2 цепочкой. То есть выводить в нее, но это будет уже долго, неэффективно. И вообще такой проблемы в принципе не должно быть. Так что сделали разработчики AltLayer. Они создали свой дополнительный уровень, который назвали BackonChain или уровень маяка, в который будут помещаться все Rollup'ы. И также можно будет стать стейкером этого уровня, если вы возьмете свои эфириумы и застейкайте на данном уровне, то есть на BackonChain. Таким образом вы сможете стать секвенсорами, уже участниками, узлами сети BackonChain. И так как этих узлов там будет уже много, вы сможете как бы делать более децентрализованную эту сеть. И раз BackonChain это отдельный уровень, это не сеть эфириума, это совершенно новая сеть. Это означает, что проект сразу после выхода в Minet выйдет вместе с своим токеном. В данном случае он называется Alt. Соответственно, если мы рассчитываем на какие-то награды, нам нужно действовать уже сейчас, пока проект создается, пока находится в тестовой сети. Потому что потом, когда выйдет токен, вы знаете, что уже после этого вряд ли можно какие-то награды получить. И теперь давайте попробуем создать свой собственный roll-up. Ссылочка на Dashboard Alt.Layer, где это мы будем делать, как обычно оставляю в описании в нашем Telegram канале. Здесь жму логин и каким-либо образом, допустим через Google, верифицируюсь. Приконнекчиваю кошелек, в данном случае, конечно же, MetaMask. Дальше я перехожу в раздел Create, где мы, собственно, уже будем создавать наш roll-up Layer 2 или как он здесь называется Flash Layer. Напомню, что Alt.Layer продолжает находиться в тестовой сети, поэтому здесь мы создаем лишь тестовые версии. Из доступных нам есть FreeTrial, эта версия доступна на 2 часа, как для обычных пользователей, без навыка разработчика. Есть полноценная версия постоянного доступа, но она по промокоду тоже для обычных пользователей. И есть более продвинутая для уже разработчиков, с более сложными настройками своего roll-up. Я выбираю 2-часовую доступную версию и, как видите, здесь большое количество настроек, про которые я ранее рассказывал, что каждый разработчик под себя сможет настроить roll-up. Первым делом в настройках своего roll-up я выбираю режим обработки транзакций. У меня выбран самый оптимальный, есть еще безгазовый и приоритетный. Следующее, указываю название своего roll-up без больших букв до 12 символов. После этого, как видите, здесь окно не подсвечивается. Это возможность выбора количества секвенсоров, про которые я рассказывал. Чем их больше, тем, соответственно, мое приложение, точнее roll-up, на котором я его буду устроить, будет более децентрализованным. Ну и так как это тестовая версия, мне не дают возможность выбрать больше одного. Дальше указываю gas limit, время окончания одного блока, просто оставляю по умолчанию. После чего я могу здесь вместо эфириума указать название своего нативного токена сети. Пускай это будет хамстер. Следующая настройка, в которой мы можем указать максимальное количество токенов в сети и деление токена после запятой, также сейчас нам недоступны. После этого я указываю свой эфириум кошелек и условный баланс. Также, как видите, я могу добавить еще дополнительные аккаунты. И у меня есть уже один аккаунт, который не подсвечивается. Это аккаунт от разработчиков, которые в случае чего могут администрировать мой roll-up. И после этого все настройки, которые я выше ввел, они здесь вот отражаются. И я могу приступать к созданию своего roll-up. Как видите, я создал свою личную Layer 2 сеть, которая принадлежит только мне и на которой могу создавать что-либо только я. Осталось ее настройки добавить в MetaMask. То есть в MetaMask мы должны выбрать добавить новую сеть. Здесь нажать добавить сеть вручную. И все эти настройки перенести сюда. И вот я создал свою собственную сеть и уже переключился на нее. У меня на сегодня все. Обязательно подписывайтесь в Telegram канал, так как здесь информация выходит куда быстрее. И она более актуальная. Всем всего хорошего. До скорых встреч.